Трудные вопросы разбираем для библейского портала Экзегет. И сегодня разберем одно место, про которое вопрос был задан одним из зрителей. Это послание Павла к римлянам, 2 глава, начиная с 12 стиха, синодальный перевод. «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе законное, делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует в совестях и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа». А теперь вопрос. Можно ли, опираясь на слова апостола Павла, сделать вывод, что люди, не исповедующие христианство, но делающие добрые дела, имеющие совесть, не нуждаются в христианском вероучении? Конечно, можно сделать такой вывод. Другой вопрос, будет ли он соответствовать тому, что хочет сказать Павел. Я думаю, что Павел бы на этот вопрос ответил так. Безусловно, язычники, которые делают добрые дела и руководствуются своей совестью, полностью совпадающей с волей Божьей, больше ни в чем совершенно не нуждаются. Проблема только в том, что таких не существует. Если посмотреть на общий смысл и второй главы, и, в принципе, всего послания к римлянам, то Павел как раз подчеркивает, что человека, который соответствует Божьему замыслу, Божьей воле, его просто нет. И он спорит не вообще с кем-то абстрактно, он спорит в первых главах с теми, в основном иудеями, но и некоторыми христианами, которые утверждают, что, в общем-то, исполнение закона — это и путь к спасению. Вот человек исполняет закон Моисея, он все делает хорошо, он ни в чем его не нарушает, и тем самым он себя делает угодным Богу. Вот Павел с этим категорически не согласен, он говорит, закон — это не самоцель, во-первых, и, во-вторых, закон невозможно полностью исполнить. Но, естественно, что при этом ему приходится рассмотреть вопрос о язычниках, которые не исполняют закон Моисея просто потому, что он к ним не имеет отношения. Они живут сами по себе беззаконно, но что же это значит, что все язычники — это просто отвратительные негодяи, которые без конца убивают, грабят, насилуют и так далее? Нет, конечно. Мы прекрасно знаем, и Павел это прекрасно знал, и его читатели, что среди язычников или неверующих, или, ну, там сегодня много разных религий, неважно, кого там, буддистов, атеистов, мусульман и так далее, среди них очень много хороших людей, людей лучших, чем христиане, или, по крайней мере, те, кто называют себя христианами. И почему же так по совпадению? Нет, говорит Павел, смотрите, закон у них — это их совесть. В человека вложена совесть, и он, в общем-то, понимает, что такое плохо, что такое хорошо. Но совесть — вещь субъективная. Это понятно, мы между собой не можем никак договориться о каких-то базовых вещах, поэтому появляется закон Моисеев, который не всё, но многое определяет, вот что такое хорошо, что такое плохо. И дальше мы начинаем разбираться уже с законом по мнению апостола Павла, но очень важно сказать, что закон не абсолютен. То есть, оспаривая мысль, что человек спасается соблюдением дел закона, он говорит, Смотрите, закон — это даже не есть что-то абсолютно необходимое, да? С ним проще, с ним лучше. Он однозначно объясняет какие-то вещи. Но даже те, кто не имеют закона, поступают часто по совести. Часто, не всегда. Но я думаю, что для Павла, как и для его читателей, было абсолютно очевидным, что сказать, вы знаете, а вот язычники, они живут, как они хотят, но и Богу это нравится. Вот было немыслимо такое сказать, да? Поэтому понятно, что язычники тоже оказываются виновными перед Богом. Но мысль-то Павла не в том, что язычники не виновны. Она в том, что иудеи, которые стремятся исполнить закон, виновны, как и язычники. Но одни виновны, потому что они как бы и не знают закона, могут догадываться и совесть им подсказывать многое, но не полно, не точно, не всегда, не все слушают. А иудеи нарушают закон откровенно. В этом смысле, да, получается, что некий такой абстрактный, идеальный язычник, добрый человек, который делает всем только хорошее, он, ну, в общем-то, ни в чем не нуждается. Проблема в том, что таких людей практически нет. И это одна из основных мыслей Павла, что нет человека, который был бы совершенно пред Богом, который не нуждался бы в спасении, в оправдании. Вот какой он есть, вот и все, и больше вообще прям никаких к нему вопросов не задавайте. Он в рай входит прям так спинка, открыв дверь, потому что, ну, как такого прекрасного не пустить. Вот нет таких людей, говорит Павел. А теперь давайте разберемся, при чем здесь закон, и что делать нам, тем, кто, соответственно, не соответствует этим критериям, прекрасного, идеального человека, и что у нас нет вообще никакой надежды на спасение. Есть, говорит Павел, об этом основная часть послания к римлянам. Так что вывод-то такой сделать можно, но мысли Павла не соответствуют, грубо говоря, так. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...